Всем привет! Сегодня мы снова находимся в Калужской области, где в 42-43 году были жесточайшие бои. Приехали сюда в поисках бойцов и артефактов той страшной войны. И вот, друзья, хотел вам изначально показать. Смотрите, Камрад приобрел ППС, правильно же, Дима, я говорю? Да, ППС-43. Да, значит, для реконструкций. Это у нас складской. Вот, настоящий, то есть никаких там, он номерной. Вот, поглядите, как наши солдаты стреляли раньше. Громкий он, конечно. Да. Давай. Высота 200-я, давненько не свыше в автоматной очереди. Вот так вот, представляете? Офигеть. Ну, а теперь на коп. Первая находка сегодня приятная, смотрите. Это ящик от МГ, от немецкого пулемета. Машина Гивейр. Вот он. Короче, сейчас откопаем, посмотрим. Хотя, возможно, это еще и котелок будет. Сейчас поглядим. Ну, в общем, друзья, достали. Это из разряда лучше бы не находил. Представляете, в одной яме. Значит, фляга с надетой манеркой. Ну, вот, посмотрите, какой у нее сохран, вообще мертвый. Самое интересное, это бакелитовая крышка. Высыпи. Машин, представляете? Бакелитовая крышка. Я вообще, вот с нами, Камрад, говорит, что такие были, очень редкие. Я даже не видел от фляги. Не выкидали. Ну, это понятно. Вот, сама фляга. То есть, умерла вообще окончательно. Значит, чехол от немецкой лопатки. Вот он. Он, в принципе, целый. Но, соответственно, весь рассыпался. Ну, а ящик, это вообще беда. Вот он такой. Ну, короче говоря, вот такие бывают обломы. Ну, интересно, что могу сказать. Пока там яму дарываем, дарываем, Камрад решил почистить. Вот вам сейчас покажу клеймо. 42-й год. Вот она. Значит, вот такая она. Убитая в хлам. Манерочка тоже. Была подписная. Там что-то проглядывает. В общем, вот такой комплект. Сниме еще клеймо на крышке. А, и клеймо на крышке бекелитовой. Вот она такая. Дожди, что-то невкусилее. А, вот. Вот такое. Так вот, интересненько. Помнится, на этом месте поднимали целую ленту. И 15 килограмм вот этих гильз. Вот попался целый. Это... ВАЕ-23. Да. От наших Илов. Самолетная пушка. Пулемет, короче. А пулемет, пушка? Ну, авиационная пушка. Ну, да. Вот такая штучка. Сейчас штучку достал. Она сперва непонятна была. Но вот Камрад говорит, что это от немецкого танка Т-4. Вот это. Закрывайте смотровое окошко. Вот такая штука. Блин, она тяжеленная, нереальная. Но я склонен ему верить. Он знает много. В случае чего, опровергайте или пишите, что это так. Ручная противокатанковая граната наша попалась. В ней 600 грамм тротила. Как, грубо говоря, в 9 лимонках. В них 65. Это вам для информации. Вот такая. Сохран, кстати, неплохой. Что странно, потому что она же как консервная банка. Мне кажется, их на таких заводах и делали. Много ракетниц в этих местах валяется. Но вот первый раз мы нашли нестреленную. Вот видите. Даже прикрывает вот ее пластик белый. Вот такая. Ну, ковырять не будем. У нее парашютика нет. Поэтому, в принципе, неинтересно. Оставим тут. Наша саперка. Смотрите, с каким пробитием. Осколочным. Вот такая плотность огня в этих местах. Рос и флаговский гильз. Вот в такой вот полянке. Две латунные. Ну и остальные железячки. Они, конечно, сохраняются плохо. А вон еще одна. В прошлом видео я показывал, как вот люди безбашенные выковыривали снаряды. Расковыряли их вот эти вот от тигра. И в них был порох. Вы все написали, почему я не показал, как он горит. Вот сейчас мы специально на это место вернулись. И хотим вам показать. Подготовили несколько, значит, моментов. Сперва мы зажжем одну палочку. Потом из них костерок. А потом вот в этой гильзе, вот я ее вкопал специально, весь заряд. И посмотрим, как горит. Давайте. Сперва это. Вот, смотрите, горит, как охотничья спичка. Не быстро. Вот так вот. Кстати говоря, из вас кто-то писал, что там мгновенно горит. Или там хлопает, как хлопушки. Ну, что-то вот ничего такого нет. Теперь давайте подожжем всю кучу. Вот, кстати, сказали, если с двух концов поджечь, типа будет хлопать, как петарды. Ну-ка, давай посмотрим. Отойдем на всякий случай. У-у-у. Сильно горит. Теперь подожди одну гулчинку. И видишь, я воткнул. А, чтобы отойти успеть. Да, давай, хорошо. Так, а теперь опасный момент. Так, народ, отходите, потому что мы не знаем, чем он закончится. Значит, смотрите, поджигаем вот эту. На эту мы бросим. И отходим. Подальше. Сейчас посмотрим. Подожди, она сейчас догорит. Антон, присел бы чуть-чуть. О, начинает вроде. Начинает, да, пошел бы. Слушай, а может из-за того, что доступ воздуха маленький, она будет гореть просто чуть-чуть? Нет. Вот это жесть, ребят. Ну вот что, удовлетворили теперь свой интерес? Ну что ж, день короток осенний, поэтому мы уже едем домой. Смотрите, стемнело практически мгновенно. Вот, подышали воздухом, хоть и не нашли ничего путного, но провели время замечательно. Ждут, я надеюсь, у нас в дальнейшем отличные копы. А у вас классные видосы. А пока, всем пока. А пока.